Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня вторник, а значит, вы в прямом эфире можете задать свой вопрос психологу. Телефон студии 639 717. И сегодня мы говорим о путешествиях и их влиянии на наше психологическое состояние. С вами я, Екатерина Грицыенко, и руководитель учебно-делового центра «Рост», психолог Ольга Лукачева. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Екатерина! Ольга, начнем с простого вопроса. Почему путешествие положительно на нас влияет, в чем их сила и почему люди так любят путешествовать? Все очень просто. Мы живем в большей степени для того, чтобы получать положительные эмоции. Любая квартира, любая машина — это все то, что нам дает радость. Ради радости, ради состояния внутреннего, такого приятного, положительного мы и живем. А путешествия, они вносят всегда что-то новое в нашу жизнь. Мы открываем новые страны, мы видим новых людей, мы получаем новый опыт. Это как постоянный ремонт. Приезжаешь, и новая квартира. И, соответственно, эмоции, да, именно для этого, наверное, люди путешествуют. Ольга, а вы любите путешествовать? Как часто вы отправляетесь в поездки? Конечно, конечно, очень люблю. И сейчас, на данный период жизни, я очень много путешествую. Даже я могла бы сказать, что я больше времени провожу в путешествиях, нежели в родном городе. Мои путешествия начались с прошлого года, когда я впервые поехала в Таиланд. А потом был Вьетнам, потом снова был Таиланд. И уже не просто на денек, на два, на неделю. Я прожила там практически два с половиной месяца. И поняла, что на путешествии это могут быть и образом жизни, а не только временным явлением, когда ездишь, набираешься ресурсов и возвращаешься счастливым домой. Ну а каким образом? То есть многие люди, да, приезжая в какую-то другую страну или другой город, выбирают для себя это место как место для постоянного проживания. Бывает такое. Насколько вообще это решение правильное? Ведь отдых, он отличается от нашей повседневной жизни очень сильно. А решение мы принимаем как раз во время вот этого, пребывая в отпуске. То есть вы имеете в виду, что люди возвращаются из путешествий, принимают решение? Кто-то возвращается, может быть, кто-то остаётся. Всякие случаи бывают, но тем не менее. Вот выбирают именно это место. Правильно ли такое решение? Насколько? Все люди разные, да, поэтому для каждого человека будет своё решение правильно. Для кого-то это будет правильным, для кого-то нет. Всё зависит, наверное, больше от того, для чего они идут. Потому что мы, психологи, мы всегда задумываемся о том, да, что и с какой целью человек делает. Иногда путешествие может быть бегством от чего-то. Иногда путешествие может быть шагом к чему-то. И в том случае, когда человек, например, убегает от каких-то сложностей и от проблем, то тогда, наверное, ну, то есть и само путешествие, оно не даст, да, такого ресурса, такого состояния внутреннего, да, к которому он стремится. Ну и, наверное, по возвращению, да, из такого путешествия будет тоже не совсем правильно принимать решение. А бывает, да, что сами путешествия для человека становятся образом жизни. Он туда едет для того, чтобы исследовать что-то новое, да, для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы достигать какого-то вот внутреннего равновесия, да, гармоничного состояния. И тогда, когда человек сам по себе гармоничен, да, к чему мы все стремимся, наверное, любое решение его будет правильным. Но вы всё-таки решили большую часть жизни проводить в путешествиях, насколько я понимаю. Я, наверное, решила лично для себя, что я не буду себя в чём-то ограничивать, да, я не буду говорить себе, что я должна жить здесь или я должна жить там. И, в принципе, любая страна, в которой я буду, да, в том числе, в которой я буду жить, и это тоже как определённая философия и психология жизни, очень важно, чтобы человек понимал, что также из любой другой страны он может уехать и поискать ещё какое-то место для себя. Самое главное, что уехать в другую страну – это очень реально. Каким же образом? Для многих это вообще нереальная какая-то для кого-то мечта, для кого-то, в принципе, какой-то факт, который никогда не свершится. Каким образом? Поделитесь, по крайней мере, какими-то вашими размышлениями и, может быть, опытом по этому поводу. Всё очень легко. Момент первый. У человека должно быть то дело, которое он любит. И идеальный вариант, если этим делом он может заниматься везде. Потому что, например, когда я сейчас летом жила на Пангане, у нас была девушка, и она до сих пор там живёт, которая занимается йогой. И йогу можно преподавать везде. Заниматься йогой можно в любом уголке земного шара. Я занималась консультациями, немножко проводила тренерскую работу. Это то, что можно делать везде. У нас были девочки, которые делали тот же макияж. Они были визажисты. И делать маникюр, макияж, это тоже можно везде. Поэтому здесь зависит, во-первых, от того, чем вы занимаетесь по жизни. Если у вас какое-то дело, которым можно заниматься в любой стране и быть при этом полезным. Либо же, если такого дела нет, то, опять-таки, искать такое дело, которым можно заниматься из любой точки земного шара. У нас очень много, кто работал в интернет-проектах. И это тоже вариант. Потому что, в принципе, сейчас можно вести те же продажи, находясь что в Таиланде, что в Вьетнаме, что в Бразилии, в любой стране, в которую ты выбираешь. Здесь больше зависит от того, ищет ли человек эти варианты. Ну а зачем? Вот зачем людям заниматься тем же самым делом, только вдали от дома, вдали, опять же, психологический момент, от своих близких, от привычной ему обстановки. Почему? Что вот ищут люди в таких далеких странах? Люди, они могут, да, они действительно могут выбирать, оставаться им там, где им комфортнее. Ведь все равно родная страна, она более комфортная изначально. Но опять-таки, в других, для чего мы живем, да? То есть здесь нужно задуматься о том, в чем смысл жизни для каждого человека. Потому что многие люди, да, они хотят посмотреть, хотят сравнить и понять уже не из рассказов других людей, а из собственных пониманий, да, из собственных впечатлений, где им приятнее быть, чем им приятнее заниматься. То есть бывает, когда ты уезжаешь в путешествие, это тоже хорошая проверка для самого себя. Вообще, на что ты способен, что ты можешь и чего ты хочешь от жизни. Ну, а вы не скучали по своим близким хотя бы даже эти два месяца? Мои близкие, они очень часто со мной, да. Я очень надеюсь, что в путешествиях по России очень часто ко мне присоединяется и моя мама, да, и всегда со мной во всех путешествиях мой сын. Ему сейчас 9 лет, и при этом, даже когда мы жили в Таиланде, да, на Пангане, никаких сложностей не было. И если сейчас я предпочту большую часть времени, не только летом, но и в другие времена года проводить именно там или в какой-то другой стране, тут тоже есть решение, как это сделать. А сейчас есть в этом потребность, и в связи с тем, что есть потребность, уже, например, та же Москва, она выступает с предложениями по обучению. То есть на сегодняшний день есть темно школы, которые предоставляют дистанционное обучение. И получается, да, есть детские сады, которые существуют прямо там на острове. Ну, как минимум на том, да, на котором была я, и на котором мне было очень-очень комфортно. Вот, и поэтому здесь все зависит уже больше от того, ищет ли человек варианты. Можно учиться дистанционно, заканчивать высшее учебное заведение, можно получить среднее полное образование, тоже, будучи в любой стране. Ольга, а путешествующий человек, он свободнее, становится свободнее, или же это всегда иллюзия свободы? Здесь все зависит тоже от человека, да, от того, для чего он едет, чего он хочет. Потому что мы все разные, мы очень разные, да, и для кого-то это бегство от чего-то, для кого-то это, наоборот, обретение свободы, обретение себя, узнавание себя. Да, поэтому здесь уже очень неоднозначно все. Для кого-то так, для кого-то так. Ну вот как раз, Абекс, ты, мне кажется, об этом на письмо одной из наших телезрительниц. Давайте его послушаем. Конечно. Я очень люблю путешествовать до такой степени, что дом для меня — это как будто временное пристанище, а период путешествий — это и есть настоящая жизнь. У меня не очень интересная работа, точнее, совсем не интересная. Я не устаю на ней, а потому отпуск — это для меня не отдых, а возможность ощутить движение жизни. Дома каждый день похож на предыдущий, а еще этот холод и некрасивые пейзажи вокруг. В общем, главная моя цель — это заработать денег и отправиться в очередную поездку в чужую страну, где тепло, солнечно, все люди приветливые и каждый день наполнен новыми впечатлениями. С другой стороны, я понимаю, что отпуск — это лишь несколько недель в году, и попросту переживать остальное время — это неправильно. Как быть, как найти баланс? Ну, действительно ли здесь у нас описано бегство от себя? Или это нормальная ситуация? Я бы сказала, что, наверное, в данной ситуации это больше бегство. Почему? Потому что человек не видит, чему можно радоваться здесь. Я слышала фразу, да, про то, что какие-то серые пейзажи, что-то еще. В действительности, каждая страна, каждый город, он уникален своими какими-то радостями. Здесь есть тоже красивые пейзажи, здесь есть красивые места, здесь есть очень большое количество интересных дел, которыми можно заниматься. Это действительно все зависит от человека, что он видит, как он воспринимает действительность. И поэтому, да, если отпуск идет как вариант, да, заработать денег и вот съездить отдохнуть, да, для того, чтобы 2-3 недели, да, получить радость, если человек не умеет в себе вот эту радость создавать самостоятельно, то куда бы он ни убежал, этой радости не будет. Эта радость, она будет иметь какой-то временный характер и не более того. Ну а как быть? Вот девушка осознает уже, да, свои проблемы какие-то, что ей делать? Есть ли какой-то путь, да, на который можно встать и уже идти все-таки по направлению к радости? Замечать больше то, что есть, что окружает, смотреть на лица людей, которые даже в нашем городе, да, бывают очень счастливыми, смотреть вокруг, да, и находить что-то, что радует глаз. То есть это в первую очередь, потому что в действительности, если мы смотрим, да, если мы смотрим, все зависит, здесь важно сказать о том, что очень многое зависит от того, как мы сами хотим воспринимать нашу жизнь и тех людей, и те события, которые происходят вокруг нас. Потому что мне когда-то сказали очень хорошую фразу, что нет положительной информации, нет отрицательной, нет положительных событий, нет отрицательных. Есть то, как мы воспринимаем события, есть то, как мы воспринимаем ту или иную информацию. И тогда, когда мы концентрируемся на чем-то отрицательном, как возможно, да, это в случае девушки, тогда мы видим только серые пейзажи. Но ведь по сути путешествие, цель путешествия и есть сменить наш взгляд на привычное. Мы ко всему привыкаем, и даже самые красивые пейзажи, да, они могут нам казаться, ну, мы не видим их красоту, когда они постоянно с нами. Путешествовать ведь как раз такая цель – стряхнуть. Действительно ли это так? Почему? А почему получается так, что наоборот, приезжая из путешествия, мы часто впадаем в депрессию, пейзажи нам кажутся еще более серыми, а жизнь еще более рутинной. Вот есть ли такой эффект постпутешествия, да, если можно так выразиться, и как с ним бороться? У кого-то он действительно есть, да. Некоторые люди, приезжая из путешествия, смотрят на то, куда они возвращаются, да, и говорят, ужас, ужас, да, я хочу обратно туда. В действительности, в таких случаях, важно позвонить подругам, важно еще раз вместе с ними, за чашечкой чая или за чашечкой кофе, вспомнить какие-то самые такие ключевые моменты, пересмотреть несколько раз фотографии, поставить для себя новые цели, если, да, человек выбирает путешествия не образом жизни, а каким-то временным отдыхом, да, то он заняться вопросом о том, а куда еще хочется съездить. Потому что человек живет так долго, как много у него целей, как много есть того, что он хочет. И поэтому, если после отдыха, после интересного отдыха возникает состояние, что, боже мой, куда я приехал, то как раз нужно напомнить себе о том, что были получены положительные эмоции, их немножко возобновить и поставить новые цели для того, чтобы знать, к чему стремиться. А часто ли вернувшись? Ну я знаю, что часто, по крайней мере, среди моих знакомых были такие случаи, когда вернувшись из путешествия, человек принимает какое-то решение, вот какое-то очень весомое для его жизни решение, которое вот в будние дни, да, без этой поездки, без этой перемены он бы не принял. Насколько такие решения могут быть верными? Здесь, наверное, разойдется мнение психологов, да, потому что каждый, и тем более, что мы можем констатировать либо статистику, но больше мы работаем всегда с каждым человеком индивидуально, и поэтому у каждого человека все бывает по-разному. Но в целом, я бы, наверное, сказала, что если это путешествие удалось, то, скорее всего, что принимаемое решение человеком, оно будет правильным. Почему? Потому что человек приедет на ресурсе, человек будет счастлив, да, у него будут силы заниматься рутинными вопросами, нерутинными. И ведь когда мы путешествуем, мы добавляем в жизнь немножко нового. И когда мы принимаем решения с вот этим новым восприятием жизни, они не могут быть неправильны, потому что мы испытываем в этот момент счастье, мы испытываем радость, и на вот таком положительном настрое жизненном, скорее всего, что все, что мы будем делать, оно будет правильно и приятно. Ну, то есть человек съездил куда-то, посмотрел, получил его впечатление, решил сменить работу, допустим, да? Это будет, скорее всего, верно решение. Или, допустим, расстаться со своей парой, со своей второй половинкой. Тоже может быть верным решением? Может. Вполне может. Да, здесь сложно сказать. Почему? Потому что, действительно, будучи психологами, мы никогда не стараемся несколько ситуаций, даже каких-то похожих ситуаций, обобщать, да, или сводить к одной. Потому что в каждом случае есть очень много своих деталей. И если человек, отдохнув, приехав, поймет, что тот человек, с которым он проводит время больше всего, да, или она проводит время больше всего, это не пара для жизни, то я тоже думаю, что это решение будет, скорее всего, правильным у того человека, да, кто, опять-таки, да, кто и хорошо отдохнул, кто и в целом, да, размышляет. Ну, то есть это же будет исходить из каких-то логических выводов, это будет после каких-то решений, разговоров, да, то есть что-то будет предшествовать тому, чтобы было принято такое решение. Ну, вот говоря как раз о парах, да, о путешествии и любви. Марк Твен говорил, что лучший способ проверить, любите ли человека или ненавидите, это отправиться с ним в путешествие. Действительно путешествие может быть проверкой отношений? Очень хороший вопрос, да, и очень интересный вопрос. Думаю, что да. Тогда, когда люди решают какие-то бытовые вопросы, они проверяют себя на то, насколько они могут в ситуации каких-то сложностей, в ситуации проблем решать, решать. Не важно, что это, проблемы, конфликты, задачи, да, но они проверяют на то, насколько они смогут быть друг с другом, тогда, когда встречаются даже обычные ситуации, да, немножко заряд выходящий, да, ну, то есть разная ситуация. В каком-то замкнутом пространстве, опять же, да? Да, да. Опять-таки ведь очень важно, чтобы пара умела наслаждаться друг другом, радоваться друг другу. И тогда, когда не надо решать какие-то бытовые вопросы, и когда пара, да, может посвятить время полностью себе и поездкам, путешествиям, экскурсиям, то это тоже очень хорошая проверка. И плюс, да, то, как они будут взаимодействовать там, это тоже хороший показатель того, как они будут жить. Ну да, наверное, круглосуточное времяпрепровождение совместно, это действительно хорошее испытание. А бывают ли патологические удачники или неудачники в путешествиях? И вообще, как относиться к неудачам в путешествиях? Я скажу таким образом, да, и со мной согласятся очень многие из психологов, человек выбирает сам себе психологию либо удачника, либо неудачника. И те, кто выбирает психологию неудачника, это те люди, которые с самого начала, даже с каких-то совсем таких минимальных моментов, начинают, например, задержкам на рейсах. Задержки рейсом, если вы путешествуете не внутри городов, да, не между городними рейсами, а международными, они чаще всего бывают. И если вот кто-то с самого начала путешествия начинает концентрироваться, о, здесь это, здесь это, здесь это, то сразу по ним можно видеть в них, да, психологию неудачника. И тогда действительно, когда они будут путешествовать, на них будет сваливаться всё. Они будут замечать всё то, что на них сваливается. А нужно как-то настроиться, что, может быть, что-то почитать, узнать, или, ну, чтобы принимать достойно, да, эти удары, которые, ну, могут начинаться, да, уже вот с самых-самых первых моментов путешествия. Какие-то есть способы настроить себя на мелкие неудачи? Я здесь, это будет касаться и путешествий, это будет касаться не только путешествий, потому что здесь я и многие со мной согласятся, лучше придерживаясь такого точки зрения, что с самого начала нужно понять, если даже что-то происходит, можешь ты это изменить или не можешь? Если ты как-то можешь повлиять и что-то изменить в том, как оно происходит, меняй, срочно меняй, да, и изменяй. Если же получается так, что нет возможности что-то изменить, и какие-то, ну, вот мы возьмём, да, например, ту же задержку рейса, научитесь наслаждаться этим периодом, потому что как только вы поймёте, что ничего изменить не можете и начнёте наслаждаться тем, как оно есть, всё будет намного проще, хотя бы в вашей голове. Ну, книжку почитать, да? Да, да. Взять с собой книжку, какую-нибудь любую, любимую, да, книгу, то есть здесь же всё зависит от того, умеет ли сам человек себя занимать. Ольга, давайте дадим совет, рекомендуем нашим телезрителям, с каким настроем, с каким, может быть, посылом нужно отправляться в путешествие, чтобы оно получилось, ну, действительно, удачным. Давайте. В первую очередь важно дать себе такую хорошую, наверное, установку, да, что всё, что происходит в мире, во Вселенной, сейчас, здесь и сейчас, оно создано для меня. То есть вот путешественник, да, который собирается куда-то ехать, он изначально себе говорит, что, да, со мной может происходить происходить только всё самое лучшее, только всё самое приятное. И дальше на всё своё путешествие смотреть через эту установку, да, что это будет интересно, это будет поучительно, это будет как-то по-новому. И от самой вот этой установки зависит очень многое, крайне многое. Бывает, кто-то идёт устраиваться на работу, и если он только успеет испугаться того, что сейчас вот там за дверью его встретит такой очень жёсткий начальник, оно так и бывает. Он уже успел испугаться, хотя он ещё даже не знает, кто его там ждёт. И точно так же с путешествиями. Если мы в первую очередь зададим себе очень такую позитивную установку, то мы настроим себя. Ольга, я хочу пожелать вам удачных путешествий в дальнейшем, и спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Спасибо вам. «Путешествие, как самая великая и серьёзная наука, помогает нам вновь обрести себя», писал Альберт Камил. Познавайте мир и узнавайте себя, а мы встретимся с вами ровно через неделю на телеканале ПС и Первом Сетивизоре. До встречи! Альберт Камил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok